Ольга Хомич живет литературой. Поэзия и проза бродят в крови. Сюжеты своих будущих произведений Ольга видит повсюду. Каждый прохожий — это целая история. Главный редактор журнала «Парус» Ольга также возглавляет литературно-художественное объединение «Авангард». Учит молодые таланты терпению, любви и внимательному отношению друг к другу. Сколько себя помнит, сочиняла легенды. Родилась в день поэзии 21 марта. В детстве, приезжая в Анапу к бабушке из Северодвинска на каникулы, фантазировала про море и русалок. В школу шла с таким наслаждением, потому что очень хотелось написать то, что я придумывала. Все начиналось банально, будет, с Лермонтова. То есть первое знакомство именно с классиком. Когда в школе стали изучать Лермонтова, я так окрылилась, проштудировала всю его биографию, так захотелось писать. Потом, конечно, уже пришли другие. Но мой кумир — это неприходящий, у меня книжка все время стоит. Это Анна Ахматова. Своих собственных книг у Ольги Хомич немало. Первый сборник самоздат назывался «Услышанная музыка душ». Ее творчество очень популярно в интернете. Тысячи просмотров. В литературном мире ее также знают, как Журавлеву. Творческим псевдонимом стала фамилия отца. Ольга хорошо помнит свой первый гонорар за опубликованное в газете стихотворение. Я помню, что получила 12 рублей за эту публикацию. Мы жили просто в очень нищее и голодное время. Это было 90-е начало. Я пошла и купила французский сервиз. С мужем Ольга познакомилась 14 лет еще в школе. 28 лет вместе. Неправда, что все писатели черпают вдохновение из грусти. Ольга – настоящий позитив. Но каждое произведение у нее проходит проверку на душевность. Если я не заплакала во время произведения, если не текут у меня слезы, не удалось это произведение точно и читающий пропустит мимо ушей его, вернее, мимо глаз, мимо души. И поэтому все ее строчки от души. Я быть молодой очень долго хотела. И чтоб не болела моя голова. Но время – мудрейшая мера для тела. Чем больше седин, тем мудрее слова. Субтитры сделал DimaTorzok